В поселке Новый Свет нас ждали. Все эти люди не ожидают автобуса возле автовокзала, потому что общественного транспорта здесь не видели давно. Приходится пользоваться услугами таксистов. В Донецк добраться целая проблема, жалуются местные жители. Автобусы не ходят в направлении столицы республики с 26 декабря. Перевозчик говорит, что либо нехватки кадров, ну и, значит, как мне сообщили в Минтрансе, что, значит, они заболели. Это так сказал им перевозчик. В Минтранс мы звонили, сейчас мы тоже, если надо, значит, у меня списки принесло людям, мы собираем подписи, будем писать обращение в Министерство транспорта. Среди жителей есть и те, кто работает в Донецке. Теперь для них путь на работу стал бить по карману. Ведь доехать на такси в одну сторону обходится больше, чем в тысячу рублей. До Старобешева добраться тоже проблема. В этом направлении автобус ходит редко. Не, ну как это, поселок энергетиков, вы поймите. Съемка проводилась в обеденное время. Многие представители молодежи прийти не смогли, находились на работе. А вот Дмитрий как раз после трудовой смены пришел к автостанции, чтобы выразить просьбу от лица всех молодых жителей поселка. Вот у многих дети есть, ну и мы не можем как бы в состоянии даже съездить в Донецк, элементарно ли Старобешева, съездить ребенка на вследование или там зубнику. Ну потому что как бы нет. У нас поселок энергетиков. Мы как бы свет даем людям. Ну хотелось бы от нашего правительства, руководства, чтобы взамен как бы к нам пошли на встречу и дали нам какое-то автобусное сообщение. Автостанция в новом свете благоустроенная, с хорошим ремонтом, но пустует. Мы побеседовали с кассиром, которая уже давно не оповещала население о времени прибытия общественного транспорта. Изначально у нас, как мы только открылись, а было три графика, по три рейса. В последнее время у нас работал один автобус, три ходки делал. А людей много в этом автобусе ездило? Ну то есть... Первая ходка, вторая ходка, да. Третья ходка, нет, конечно. Ну с Донецка люди едут последней ходкой. Транспорт нам нужен. Мы выслушали людей и сразу же отправились побеседовать с временно исполняющим обязанности главы администрации поселка Михаилом Корбовским. Он говорит, проблема действительно стоит остро. Сейчас в Старобешевском районе работает только один перевозчик. Как вы знаете, много было мобилизировано людей, пошли воевать. То есть это создало определенный вакуум в количестве водителей. К этому добавился износ автотранспортных средств парка в целом. Ну и плюс на сегодняшний момент, почему вот уже месяц у нас нет автобусов, как даны нам разъяснения, всего лишь пять водителей. Пять водителей на весь район. Это нереально обслужить. За комментарием мы обратились и в Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. Как всем известно, республика сейчас получает новый подвижной состав, а этот подвижной состав получают как раз муниципальные предприятия. Эти предприятия датируемые, и они как раз будут на себя брать социальные маршруты, в том числе и Новый Свет. Сейчас определяем ближайшего перевозчика данного муниципального образования для того, чтобы он взял на себя этот маршрут. Пока точных сроков, когда из Нового Света снова начнут ходить автобусы, не называют. Но, как отметили в Министерстве транспорта, над этим вопросом уже работают. А мы будем продолжать следить за ситуацией в Старобешевском районе. Ольга Лукьянченко, Денис Ведяев, Вести, Донецк, Старобешевский район.